Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. Совсем недавно мы вместе с вами посадили лук-сивок в грядки. Посмотрите, буквально полторы недельки прошло, у нас уже поднялось перо, защитили наши посадки тоннелем, это для защиты от луковой мухи. Сейчас нужно следить за влажностью почвы и вовремя дать первую подкормку, когда перо отрастет на 15 сантиметров. Ну а сегодня тема нашего выпуска, именно тоже луковая, по проекту «Счастье, луковые слезы, только от восторга» пора высаживать рассаду крупноплодного вкусного салатного лука. У нас два сорта, это «Эксибишн» и «Глоба». Рассаду мы высажили вместе с вами тоже в прямом эфире, и по срокам посева это 17 февраля. Вот такая у нас рассада. Сейчас вы скажете, да, длинновато перо, ничего, очередную стрижечку мы ему сделаем. А теперь непосредственно давайте приступим к высадке, я расскажу, как заправляла грядки, что туда добавляла. Вот на этой грядке я буду выращивать крупноплодный салатный лук. Она длиной у меня 9 метров, шириной 1 метр, каркасная. Частично подготовку грядки начала еще в прошлом сезоне, когда сняла урожай предыдущей культуры. Как только удалила растительные остатки, здесь у меня, кстати, росли посленовые, я сразу же засеяла грядочку сидерат. У меня здесь была редька масличная, и потом уже, когда подняли сидераты на высоту 15 сантиметров, заделала их в почву. Когда пролила раствором биопрепаратов и прикрыла пленкой. Осенью заделала все плоскорезом, прикрыла мульчий. Кстати, остатки мульчий вы видите еще сбоку, вот здесь они не убраны, они еще со временем уйдут для мульчирования грядки. Поэтому пока в рабочем процессе, внимания на это не обращаем. Сейчас нам нужно что сделать? Нести все необходимые компоненты, которые мы будем использовать для выращивания этого красавца. В первую очередь по поверхности почвы я буду носить вот такой компонент. Это почво-улучшатель от завода Урал Хирм Сорб. Мы вместе с ним уже с вами сели рассаду капусты. Это почво-улучшатель. Уголь активированный из экологически чистого сырья березы. Вырабатывается он путем воздействия водяного пара под температурой 80-950 градусов. С последующим дроблением мы сейчас с вами отсыпем необходимое количество. Производитель рекомендует на 10 метров квадратных добавлять 1 килограмм вот такого дробленого, активированного березового угля. Что он нам дает? Во-первых, это отличный природный абсорбент, который удаляет из почвы все негативные факторы, которые влияют на развитие растений. Остатки ядохимикатов, пестицидов, продукты закисления в результате неправильного применения различных минеральных удобрений. Почвенные корневые выделения растений. Потому что бывает так, что участок небольшой. Все культуры даже с учетом севооборота мы высаживаем с небольшим промежутком. Поэтому в почве все это накапливается. Для улучшения структуры глиноземов и песчаных почв тоже рекомендовано использовать вот такой вот почво-улучшатель. Он влияет на структуру почвы и повышает ее лучшие физические свойства. В общем, это универсальная палочковая ручалочка. А самое главное, отлично подходит для профилактики различных грибных заболеваний. Поэтому сейчас я дождалась момента, когда стихнет чуть-чуть ветерок. Аккуратненько рассыпаю по поверхности. Здесь у меня чуть меньше 100 граммов, поэтому я распределяю на квадратный метр. И останется заделать плоскорезом и также пройтись по всей грядке. Почва у меня уже хорошо оккультуренная, рыхлая. Поэтому сейчас просто плоскорезиком на глубину примерно 10 см заделываю наш почво-улучшатель. Кстати, его можно использовать не только в сухом виде, вот так вот непосредственно основным внесением внося на почву. Но можно приготовить еще раствор суспензии, замочив просто в воде и проведя полив уже непосредственно по почве. Продолжаем работу. Длинная ручка поскорее запозволяет заделать все частицы активированного угля почвы улучшателя. Верхний слой, поскольку у него очень частички мелкие, до 1 мм, и все равномерные. Поэтому он очень хорошо распределяется в почвенном слое. Кстати, и приживаемость растения будет лучше. И я еще по какой причине вношу почву улучшатель, поскольку он нейтрализует кислотность почвы. Почва у меня кисловатая, поэтому кроме всех прочих раскислителей я в том числе внесла и почву улучшателя. Останется сейчас только подровнять. Теперь размечаем грядку под наши посадки. У меня будет всего 3 рядочка, поскольку лук очень крупноплодный. Ему нужно место на то, чтобы развить корневую систему, налить крупную луковицу и развить шикарное перо. Мы поэтому будем высаживать рассаду в 3 рядочка. Ширина грядки у меня 1 м. Путем нехитрых вычислений делаем таким образом, что 15 см отступаем от бортика грядки, делаем меточку. И уже через 35 см намечаем второй ряд, третий, и останется 15 см до бортика. Ставим вот такую дюралевую трубку, на которой нам мотана просто обычная капроновая прочная нить. Это даже не бечевка. Разматываем. Я просто небольшой в фрагменте грядки вам покажу. Вот таким образом, чтобы у нас получилось ровненькое направляющее. Потом просто формирую вот такую наметочку. Это будет у нас ровный рядочек, потому что глаз у меня не алмаз, поэтому я использую вот такие нехитрые приспособления. Останется формировать лунку и положить все необходимые компоненты. Формируем бороздку. Я просто беру вот так вот совочек и откапываю в сторону грунт рыхлый. Я все-таки по природе больше к левше, поэтому у меня все манипуляции обычно идут на левую сторону. Вы можете откапывать на правую, как вам удобно. В общем, действуйте сходя из ваших предпочтений. Это ваше огородное творчество. И здесь нет каких-то жестких правил. Вот таким образом мы разрыхлили нашу почву. Добавляем на дно луночки. У меня вот здесь зрелый компост трехлетний, который мы готовим сами в результате компостирования травы. Посмотрите, уже практически как почва, как земля на вид. Не использую перегной уже сейчас, потому что сделал вывод, что перегной все-таки более питательный. Когда много органики, бывает перездобишь почву. Лук плохо лежит из-за того, что он все-таки из-за избытка органики в почве при перекорме вот такую реакцию выдает. Вот буквально по пригоршине на погоны 10 сантиметров. Что делаем дальше? Биогумус. Вот видите, я специально сделала это в мерном стаканчике. Он объемом где-то около 400 миллилитров. Вот получается половинка. То есть около 200 граммов, даже меньше, где-то 150. Распределяю на бороздку тоненьким-тоненьким слоем. Это единственное удобрение, которое не вызывает избытка именно в виде азотсодержащей подкормки. Мягко работает, кормит в течение всего сезона. Вот так вот распределили. И добавляем золу. Это источник калия, микроэлементов. Лук ее очень любит. После посадки через некоторое время можно и почву вокруг опудривать, и раствором золы поливать. Тоже очень хорошо, благотворно влияет на эту культуру. Все, мы с вами нашу бороздку подготовили. Осталось ее только пролить. Беру маленькую леечку и просто вот так вот в строчечку смачиваю все наши компоненты. У меня почва легкая, поэтому я специально ее проливаю перед посадкой. Пока вода впитывается, мы с вами сейчас два слова скажем про рассаду лука. Рассада лука у нас уже полностью сформированная, готовая. Обратите внимание, какая-то покрупнее, какая-то помельче. Неважно, она догонит. И по срокам высадки лука. Вот сейчас у нас доходит где-то вторая декада мая. До конца мая еще совсем не поздно посадить рассаду лука. Он у вас вызовет. Потому что токсибишин и глоба – это довольно как раз спелые луки. Поэтому средние полосяни чудесно у нас вызревают. Поэтому если боялись возвратных заморозков, или рассады под рукой не было, ждали, пока кто-то высадит и вас угасит рассады, или своя маловато была. Поэтому все в порядке, ребята. Вот смотрите, я вытряхнула остаточки рассады, которые уже использовала для посадки. Это у меня уже не первая грядка, которую я высаживаю. Просто обильно полила и отделяю по одному саженцу. Вот посмотрите, не сжимая, аккуратно, нежно берем за перо. Посмотрите, корневая система у меня, конкретно в этой площке, чуть-чуть поменьше, чем наземная часть. Поэтому я укорачиваю для того, чтобы создать баланс, чтобы растению легко было поддерживать после пересадки, вот эту корневую систему наземную часть выкормить и адаптировать. Конечно, в целях предупреждения появления вредителей, то же самое луковой мухи, стрижку лучше произвести заранее, чтобы у вас вот этот срез, он зарубцевался и подсох. Но поскольку у меня вот такой тоннель будет стоять сразу после посадки, можно сделать стрижку и сейчас. Дальше делаем наметку. Я буду саженцы высаживать с разбегом где-то сантиметров 25 друг от друга. Вот так вот, не экономя. Лук крупный, как я уже сказала, и дальше уже делаю проще. Просто вот так вот делаю луночку двумя пальцами. Корневую систему укладываю вдоль одной из стеночек. Сейчас я вам перехвачусь и покажу. Просто можете тут вот сейчас положу. Вот, посмотрите, как будто прижимаю к одной стеночке корневую систему и зажимаю вот так вот почвой. И чуть-чуть припосаживаю двумя пальчиками. Сильно корневую шейку не заливайте. Обратите внимание, почва у нас хорошо увлажнена, поэтому вокруг я сейчас только полью буквально несколько капелек. Сделать это удобно из стаканчика, либо вот так вот капельно все больше не заливаем. Поскольку у нас будут все посадки закрыты тоннелем, пересыхать почву у нас так не будет, перо у нас ветром трепать тоже не будет, и солнечный ожог у такой рассады исключен. Аналогичным способом высажу рассаду лука во все три бороздки. И когда завершаю, сразу устанавливаем тоннель. Кстати, хотела бы обратить ваше внимание, вот почву, которую мы вынимали с вами для формирования бороздки, чуть-чуть, буквально половиночку, возвращаем в нашу ложбинку, для того, чтобы у нас не было размывания при поливе, и чтобы у нас корневая шейка потом не заглубилась чрезмерно. Ну что, ничего сложного нет в посадке лука к сибишной, как я уже говорила. Нужно просто набить руку и приспособиться. Мы подробно специально показываем, рассказываем о выращивании этой культуры все этапы от посева до сбора урожаек. Кстати, к лучку мы с вами вернемся. Сейчас питания луку вполне, то, что мы положили, хватит. Но когда у нас лук отрастет еще с сантиметров на 20, мы проведем подкормку уже комплексным органоминеральным удобрением. К этому моменту мы с вами тоже вернемся. Не забывайте про полив, чтобы сейчас рассада приживалась. Регулярно проверяйте в тоннеле ваш лучок, чтобы он не пересыхал. Видели, корневая система не очень большая, поэтому для того, чтобы эффективно у нас все это прошло, нужно за рассадой следить. И когда лучок немножко поднимется, если вы используете мульчирование, не дождайтесь, пока перо вымахает, чтобы его не поломать, аккуратно замульчируйте поверхность. Это предотвратит вашу почву от пересыхания и уменьшит количество поливов. Особенно тогда, когда луковица у вас уже нальется, и перед сбором урожая мы вообще прекращаем лук поливать. Дорогие друзья, я продолжаю свою работу. Желаю вам активной работы и выходные. В будние дни пусть ваша рассада вся приживется и вырастет в бессовестно вкусные овощи, фрукты и зелень.